Доброе утро, дорогие друзья! Доброе утро из Иерусалима! Сегодня урок будет из машины. Как меня слышно? Пожалуйста, напишите, как меня слышно, чтобы я понял, как оно работает. Хорошо, плохо? Надеюсь, что хорошо. Видно мне себя, во всяком случае, отлично. Хорошо, и мы продолжаем изучать Мишлей притчи царя Соломона. Это письменная Тора, это то, что получил Машера Бену на горе Синай. Только царь Шоломо, он тоже был пророк, и он на базе той Торы, которую он изучал от своего отца, царя Давида. Он был сын царя Давида, и он у него учился благочестию, и кроме этого он был пророк. И кроме этого ему лично Бог открыл самую большую мудрость, потому что он больше всех хотел. У него было невероятное стремление постигнуть божественную мудрость Тору, и Бог ему открыл больше, чем всем остальным людям, вот эту вот хохма, да, это божественная мудрость. И царь Шоломо, так как он был мега мудрый, супер мудрый, он был, ну, то есть мудрый невероятно, он также понял, как эту великую мудрость передать нам в виде притч, в виде примеров, в виде метафор. Но он жил 3000 лет назад, и 3000 лет назад те метафоры, которые он использовал, были более понятны, потому что те люди, которые в то время жили, они были с ним в одном информационном поле. И, возможно, он заглянул еще и на 1000 лет вперед, и на 2000 лет вперед, но 3000 лет вперед все-таки у нас сейчас Facebook, у нас сейчас iPhone и так далее. То есть, и мы стараемся понять сейчас, как это к нам относится, да, поэтому я вместе с вами изучаю, с помощью комментаторов, комментаторов изучаю притчи, и стараюсь вам передать то, что сам понял. 21 глава сегодня, и у нас 28 отрывок, 28 отрывок, он звучит так. Значит, это свидетель лживый, лжесвидетель. Значит, свидетель лживый потеряется, но в Ишуме, человек, который услышал, он навечно будет говорить, навечно будут его слова. Значит, тут нужно понять, что такое слово «гзавим». «Гзавим» есть слово «шетер», «шетер» — это обман, а есть слово «гзавим», «гзавим» — это то, что выглядит как правда, но, возможно, это неправда, и это выяснится только потом. Вот, например, когда человек говорит любое предсказание, это «двар казав», то есть, когда человек говорит предсказание, будет так он говорить, я знаю, что будет так. Это «двар казав», это он не знает, что будет так. Теперь, но это еще не шетер. Обман — это когда точно не будет так. Если он говорит, будет, там, от коронавируса умрет миллион человек. «Двар казав» — это не лживое, он не обманывает, но это не факт, чтобы это было правдой. Понятно, да? Все. Теперь, когда «эдгзавим» и «ювет», объясняют комментаторы. Свидетель, вот этот вот лживый, пустой такой, он потеряется, он погибнет. Значит, объясняют комментаторы, что речь идет о том, когда в каждом поколении возникают «духовные учителя», такие в кавычках, которые говорят, «А, Тора Моше, она устарела». Тора Моше — это все вчерашний день, вот этот вот иудаизм ортодоксальный, это все вчерашний день. Вот я вам сейчас расскажу, как надо. Это был Мошин Мендельсон, основатель реформизма. Это был Шабтай Цви. Это были на протяжении всей еврейской истории постоянно появлялись вот эти вот духовные учителя, которые рассказывали, как надо, как правильно. И в итоге нам сказал, предупредил царь Саомон, если это свидетель лживый, так оно долго не устоит. И сейчас нету никаких непоследователей Шабтай Цви, нету никаких вот этого Мошин Мендельсона, есть еще эти реформисты. Но реформисты, они удерживаются реформистами только в одном поколении. Двух поколений реформистов уже нет, потому что уже сами дети и внуки Мендельсона, они стали вначале христианами, потом исчезли. Причем исчезли, их убили те немцы, про которых говорил Мендельсон, что надо быть евреем дома и в душе, а немцам на улице. И вот эти вот немцы, которыми он хотел быть, они потом всех его потомков в концлагерях и сожгли. Значит, предупреждал нас царь Саомон 3000 лет назад, свидетель лживый погибнет, потеряется, то есть у лжи нет ног, ложь не может стоять долго. Ложь, она такая, это как дым завода Малышева в Харькове говорили. Поэтому он потеряется шумея, человек, который шумея, человек, который хочет услышать, он понимает, что вся информация духовная, она может идти только от пророков. Теперь есть пророки, которые проверенные пророки, да, то есть это Машера Бейну проверенный пророк и так далее. То есть он говорит, ну как я, я же с Богом лично сам не общаюсь, значит, есть пророки, я этих пророков слушаю, и значит, у меня поэтому, поэтому, значит, называется иш, шумея, человек, который слышит проверенные источники, он, значит, будет лянецах, лянецах и дабер. Он будет говорить словами Торы вечно, потому что переход в вечную жизнь, ты приходишь туда, а тебе говорят, шалом, а ты говоришь, шалом, а тебе говорят, с какую ты Тору, кого-то этим ли Тора? Это первый вопрос, который задают, когда человек умирает, и он хочет зайти туда, где на духовных уровнях сидят праведники. Его спрашивают, кого-то этим ли Тора? Установил ты время для изучения Торы? Он такой, а что такое Тора? Ему говорят, извините, я, правда, там не был, может быть, есть какой-то отдельный рай, где сидят, вот именно те, которые не знают про Бога, про духовность, про Тору, они там вместе сидят в этом отдельном раю и футбол смотрят, может быть, может быть, но вечно у них тогда, они смотрят один и тот же матч футбольный, может и так, не знаю. Но здесь написано, что тот, кто из Шумея, человек, который слышит слова Торы, он будет говорить эти слова Торы вечно, то есть это его вечный вход в духовные миры, где все присоединяются к Богу и поднимаются все выше и выше в постижении духовной мудрости. Это великое удовольствие и огромная глубина, потому что духовная мудрость, она на каждом уровне тебе открывается новыми уровнями и новыми уровнями. Но есть еще второе объяснение этого отрывка, в котором оно более приспособленное к такой материальной жизни, да, говорит, говорит, это Малбин, Малбин так тоже объясняет, он говорит, смотрите, есть в мире такое понятие, как лжесвидетель, и большинство из нас, большинство из нас, мы в каком-то моменте становимся лжесвидетелями. Как это работает? Даже царь Соломон в Коэлите, в Экклезиасте, он говорил, к Богу обращался, он молился, это была его молитва, вот можно ее запомнить и повторять, это очень сильная молитва. Он говорил Богу так, шав в Эдвар Казав Архек Мимени. Он говорил так, пустое и лживое, Эдвар Казав это вот это вот как раз лживое, Архек Мимени отдали от меня, то есть убери из моего мышления пустые и лживые мысли, потому что они есть даже у мудрейшего из людей, но 50-70 тысяч мыслей, которые проходят сквозь голову человека, из них процентов 80 у обычного человека, да, не царь Соломон, у обычного человека, который не учит Тору, у него где-то 80 процентов мыслей, пролетающих в течение дня сквозь его голову, они пустые или лживые. Вся реклама, вся политика, вся экспертная оценка, все телевидение, все вот эти вот романы, сериалы, это же вообще лживая вещь, то есть понятное дело, специально обученные люди изображают какие-то истории, это полностью лживая вся история, да? Так царь Соломон говорил, шав в Эдвар Казав Архек Мимени, он просил пустое и лживое отдали от меня. Раш Ве Ошер Аль Титенли, бедность и богатство не давай мне, Архикене Лехем Хути, накорми меня законным хлебом. Лехем Хути это законы Торы, это законный хлеб, имеется в виду законный заработок, то есть он просил быть в мире реальности, у Бога он просил, хочу жить в мире реальности, действовать по закону Торы, зарабатывать по закону Торы, судить по закону Торы, чтобы была у меня все время связь с истиной, с Богом. Но у нас понятное дело, что мы не царь Соломон, понятное дело, я про себя точно могу сказать. И значит получается, что Эдгзавим Ювет. Периодически мы все по отношению друг к другу становимся свидетелями лживыми. А, он так сказал, он это имел в виду, а он так сказал, значит он меня не уважает, не любит, не ценит, значит он пренебрегает, значит, 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 значит. Все вот эти вот выводы, которые идут после слова «это значит», это Двар Казав, это то, что человек вымышляет, и это лживое. Потому что, скорее всего, тот, о ком он говорит, что это значит, вообще это не имеет в виду. Понятно. Говорит нам царь Соломон, что вот эти все лжесвидетельства, человек, который их делает, он потеряется. А Ишшуме, человек, который пытается понять, вникнуть и найти в любом, в любом идее или описании, или разговоре, тот, кто пытается услышать истину, он лянецахедабер, он будет навечно говорить, потому что аншей и мэт, это люди истины, и это были люди, которые во всем стремились найти именно факты. А что такое факты? Факты – это объективная реальность. А что такое Двар Казав? Это любая субъективная реальность является, можно сказать, что она лживая, но именно в русском нет такого слова, она не настоящая. То есть лживая – это когда ты хочешь, знаешь цель и хочешь обмануть. А Казав – это больше слово пустое, когда ты искажаешь реальность, но ты ее искажаешь без злого умысла, потому что когда человек один говорит другому, да, ты вот так поступил, это значит, что ты, он, иногда он хочет сделать зло, но чаще он не хочет сделать зло. Понятно? Но вот именно в русском языке все определяется одним словом ложь. А в иврите есть слово шекер. Шекер – это осознанная ложь, когда ты искажаешь осознанно для плохой цели. А Казав – это пустая интерпретация, можно так сказать, пустое искажение, которое не является объективной реальностью. Вот так. Все. Вот с этой точки зрения больше он относится к нам. Ну, первое, мы должны понимать, что любая духовная новая история – это, скорее всего, или сумасшедший, или обманщик. Есть сейчас такая секта в мире, можете погуглить, Рафаэлиты. Рафаэлиты, их 250 тысяч. Был такой человек, как их основатель, который вот так вот он почитал Тору, послушал, послушал и говорит, о, я, говорит, теперь знаю, как секту организовать. Он говорит, ко мне обратился и назвал прям именем Всевышнего, только он говорит, это инопланетянин. А есть еще ангелы, они Бней и Луким, то есть он им начал своим вот этим вот адептам, этим сектантам, он им начал пересказывать Тору, только он сказал, что он как бы Моше, как Моисей, да, Моше. А Бог – это инопланетянин, и он, Бог, вышел с ним на связь, а ангелы – это тоже инопланетяне, и он 250 тысяч человек запутал в свою вот эту вот реальность. Но понятное дело, что Рафаэлита в этих, да, ну, 250 тысяч в мире. Но в следующем поколении, понятное дело, что все поймут, что ни одно из его предсказаний не сбылось, что кроме как купить себе Роллс-Ройс, ему больше ничего не надо. Знаете, как есть, ну, там, этот анекдот можно рассказать про любого священника новых направлений, священника в кавычках. Когда там отец Ануфри собирал на храм новой веры, на храм новой веры он долго собирал, на храм пока не собрал, но Ауди новую уже купил. То есть это можно рассказать про каждого, кто «эдгзавим ювет». Каждый, кто пытается быть свидетелем Всевышнего, но он обманщик, он исчезнет, потеряется. Все. Теперь 29-й отрывок. 29-й отрывок – это тоже коммуникационная такая мудрость, очень такая тонкая коммуникационная мудрость. Говорит нам царь Соломон в 29-м отрывке. Аэс-иш-рашаби-фанав, вэяшар-у-яхин-даркаф. Дарко. Значит, дерзкий человек-злодей перед ним. То есть всегда, всегда, когда возникают вот эти вот новые учителя, новые учителя, они очень дерзко себя ведут по отношению к истинным праведникам, да. То есть они выходят, они такие прямо все на подъеме, да, злодей, когда он, он же знает, что его срок короткий. Поэтому злодей за свой короткий срок, он успевает, вот есть, у меня сейчас всплыл пример, Распутин был такой, да, Распутин. И этот Распутин, он прямо ворвался в высший свет того времени, там, высший свет этот, да, он царицу запутал, всех запутал, бухал, курил там, всех этих. И он при этом из себя изображал прямо такого, прямо цадика в кавычках, да. Как его было определить? Говорит царь Соломон, вот таких вот злодеев легко определить по дерзости. Дерзок человек-злодей перед ним, перед праведником. Вы Яшар, но если человек Яшар, он прямой, он прямой, да. Явин-даркаф, то прямой человек, он поймет его пути, вот этого злодея. Я помню, когда-то, когда возник Шабтай Цви, был в еврейской истории такой период, когда появился Шабтай Цви, был такой человек, который был сумасшедший. То есть, то, что я про него слышал, все истории и так далее, то есть, он был просто, ну, человек с психическими отклонениями. Да, он много запоминал, он изучил в свое время много Торы, Кабалы и так далее, но в какой-то момент его переклинило, что он именно и есть Машиах, он Мессия. Еще пару сумасшедших примкнули к нему, обязательно, чтобы был лидер, лидера делают его окружение. И не может быть лидера без вокруг пяти сумасшедших, которые будут кричать, что он в Машиах, он делает чудеса. Как только появляется там пять сумасшедших вокруг, которые кричат, он делает чудеса, тут же появляется еще пятьдесят, которые начинают им верить. А если уже пятьдесят человек думают про кого-то, что он делает чудеса, пошла цепная реакция и вокруг появилось пятьсот, пять тысяч и так далее. Вот Зураб Асланян, он лично с Распутиным встречался, он утверждает, что у него был дар Божий. Может был, может не был. Мы Распутина не видели, ну как бы мы можем просто судить о нем по пустым рассказам, таких же, как он, которые выдумывали и рассказывали про него разные сказки. Мы не будем обсуждать Распутина, у нас есть конкретные указания царя Соломона, что как только вот этот вот злодей, который из предыдущего отрывка, который взял на себя роль свидетельствовать от имени Всевышнего, как только он начинает свидетельствовать в кавычках, он начинает дерзко разговаривать, он начинает переть, как перел когда-то, шептает сви. И в этот момент мудрецы, вот это вот то, что написано дальше, в Ияшар прямые, они поймут его пути, они поймут из лодики, они прямые, очень умные. Послали европейские мудрецы, послали проверить его раввины, послали проверить шептает сви, ну он действительно машех или нет. Некоторые приезжали и говорили, да, он машех, он реально делает чудеса, он такие вещи делает, а он был сумасшедший. Я знаю конкретно, я лично видел одного человека, у меня когда-то был помощник, у него был маниакально-депрессивный психоз. И он был в такой яме, когда пришел ко мне помощником, и я хотел ему помочь, я хотел ему, прямо думаю, вообще так жалко его, он такой сидел умирающий, умирающий, умирающий. И потом у него пошла вторая фаза, вот этот вот маниакально-депрессивный психоз, пошел он в подъем. Что он творил, это просто невозможно. Он вообще не спал, он какие-то совершенно делал невероятные вещи, его наглости, его напору, его вот этой вот внутренней сумасшедшей силе невозможно было противостоять. Он просто, особенно там женщины, мужчины, все, он такое творил. Это продолжалось где-то недели две, потом его забрали на дурку. Но в эти две недели я увидел вот человека, который был явно со сверхвозможностями, который по энергетике, по всему. Он был в фазе вот этого вот маниакально-депрессивного психоза. Теперь вот здесь говорит нам царь Соломон 3000 лет назад, 29-й отрывок, 21-й главы. Аэс-иш-раша-бифанав, то есть тот, который стал как бы лжесвидетель, который от имени Всевышнего свидетельствует. Как его определить? Он дерзкий, он дерзкий, вот этот злодей перед людьми. И они, опа, шарахаются, думают, вообще, как был Троцкий, который останавливал эшелоны, который перел вообще, непонятно, куда он перел. Пер, вернее. Теперь в Яшар у Явиндар-даркав, человек прямой, он поймет его пути. Послали мудрецы из Европы проверить этого шабтаяцвии. И один раввин вышел и говорит, он не Машех, он не Машех. Спрашивает, как ты определил? Он говорит, он вот так вот сидит развалившись, вот так вот он сидит. Не может Машех. Машех это проявление Всевышнего, это святость в высшей степени, которая может зайти в этот мир. Так он должен быть эталон идеальный во всем. И он не может сидеть, как сидят обжоры, такой развалившись и блатовать. То есть это 100% какой-то злодей сумасшедший. И так оказалось, шабтаяцвии это был сумасшедший, который перешел в ислам сразу же, как только была угроза для его жизни, он сразу же его уговаривать не надо было. Перешел в ислам и значит, ну и все. И нету больше шабтаяцвии. Все, друзья, мы узнали сейчас две интересных коммуникационных стратегии. В нашем поколении мы настолько уже живем, ну бывает, вылазят какие-то духовные учителя в последних поколениях, Лайтман, Берг, которые искажают традицию, которая передается из поколения в поколение. Но они как быстро приходят, так быстро и уходят. Все. Удачи, успехов. Зураб, я не хотел вас обидеть, я просто хотел подчеркнуть факт, что мы не знаем про людей, исторических персонажей, только как через истории каких-то людей, которые не были историческими персонажами и которые писали книги. Я когда-то в руках держал книгу, которая называлась «Чендисхан, сын Ицхаков», которая человек, автор книги на 150 страницах доказывал, что Чендисхан был еврей и как бы очень у него все гладко получилось. Он делал очень... Чендис, он говорил, ну там Чендис, хан. Хан это хэн, все отлично. Это не хан, а хэн, есть же такое слово в иврите. Все доказано. Примерно так. Поэтому мы и про Распутина, и про прочих исторических персонажей знаем через истории каких-то людей. Просто надо себе в этом отдавать отчет. Все. Удачи, успехов всем, хорошего дня. Есть стора, в которой сохраняется каждая буква, каждый комментарий. Есть, как говорил мой учитель Равицкак Зильбер, от которого я это слышал лично. Вот я повторяю слова учителя, да, написано здесь. Человек, слышащий от учителей, навечно будет говорить. Я повторяю от имени Равицкак Зильбера, что Раши и Рамбам, они проверенные товарищи, а Лайтман, он проверено, что там нет святости вообще, и что он негодяй и преступник. Негодяй, я слышал слово негодяй. Все. Лично от своего учителя, что Лайтман негодяй. Все. Могу повторить. Лично с Лайтманом не знаком, но святой мой учитель Равицкак Зильбер, Зацаль, он так говорил. Все. Удачи, успехов, всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok